Ветхий Завет Апостол Павел или другие писатели новозаветные свои тексты еще не воспринимают с таким уважением и не считают настолько авторитетными, нежели те тексты, которые были написаны в культуре Ветхозаветной Церкви и вообще в контексте Ветхозаветной Церкви. Поэтому мы с вами действительно почитаем Ветхий Завет. Более того, нужно обратить внимание на следующее. Когда вы возьмете читать Евангелие от Матфея, то без знания Ветхого Завета, скорее всего, некоторые пассажи и некоторые слова Иисуса Христа покажутся нам непонятными, к чему он отсылается, о чем он говорит. Вообще, многие вопросы из Священного Писания, Нового Завета будут расценены нами слишком поверхностно, и мы не сможем достигнуть определенной глубины, если не будем знать Ветхозаветной предыстории. Более того, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы сталкиваемся с очень многими мыслями общечеловеческого и христианского наследия. Например, один из пророков Ветхого Завета, Исаия, его считают ветхозаветным евангелистом. Также мы можем обратить внимание на социальную проповедь пророков, которая актуальна по сей день. Мы можем с вами обратить внимание на Пятикнижие Моисеева, обратить внимание на Десять заповедей Господних. Да, для христиан показан путь еще более превосходнейший, нежели Десять заповедей, которые бы ограничивали крайние степени человеческого падения. Но в то же время хотелось бы отметить важность Ветхозаветной предыстории. Более того, наверное, ни для кого не секрет, что Ветхий Завет — это история отношений Бога и человека, которая повторяется, хотя мы уже и в Новом Завете, и в нашей жизни тоже. Не бывает, что ли, у нас грехопадения, как у Адама и Евы? Неужели у нас не бывает падений, от которых мы с вами страдаем и кричим Богу о помиловании, просим Его о том, чтобы Он восстановил нас? Ищем какой-то поддержки, ищем какого-то случая из жизни святых, который бы оправдал нас перед очами Божьими, который бы дал нам возможность дерзновенно к Нему обращаться с просьбой о помиловании и верить в то, что Господь обратится к нам, и что простит нас, и даст нам прощение, и восстановит нас в прежнем состоянии. Ветхий Завет мы активно используем в православном богослужении. Чтение кофизм, чтение канона, пение ирмосов канона, песни священного писания. Также во многих богослужебных текстах, изменяемых, существует множество пассажей, обращенных именно к Ветхому Завету. Чтение часов, пение псалмов и так далее и тому подобное — все это проникнуто Ветхозаветной гимнографией. Больше скажу, что в первые века христианства, вплоть до появления и активного употребления в богослужении всякого рода стихир, канонов, кондаков и тропарей, в православном богослужении преобладающую часть имело именно священное писание. Пение всяких гимнов и песни именно из священного писания. Это была книга не только для чтения, но и для молитвы. Там человек находил очень много важных для себя тезисов, важных для себя аргументов, историй, которые помогали ему разобраться в своей собственной жизни, в жизни всей церкви. И понять, а что такое покаяние, что такое на самом деле оценка своего прошлого, даже национального. Дело в том, что каждый народ встречался с определенными национальными кризисами, с определенными катастрофами в его развитии. И когда мы с вами обращаемся к Ветхозаветной традиции, то мы видим, не мы одни. Иудеи часто встречались с национальными кризисами. Это был не самый удачливый народ. Но в то же время они всегда умели, по крайней мере на страницах священного писания, мы это отчетливо видим, объективно и с большой долей раскаянности обратиться к своей истории. Снова сказать Господу о том, что они готовы снова вступить с Ним в завет, примириться, вернуться и жить с Ним в примиренном состоянии. Поэтому считаю, что Ветхий Завет крайне необходим для христиан, так же, как и Новый Завет. Да, нам необходимо воспринимать один в контексте другого. Ветхие в контексте нового и новый в контексте ветхого. Такое прочитывание обоих заветов позволит нам с вами не ошибиться, позволит нам с вами более объективно взглянуть на ту догматическую систему, вероучительную систему, которую предлагает нам с вами Православная Церковь. Желаю всем вам открыть для себя страницы Ветхого Завета и Нового Завета под несколько иным углом, открыть их для себя все в большей и большей глубине, и чтобы в конечном итоге мы с вами полюбили Ветхий Завет. Храни вас и Господь. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.